Очень сложно. Я устал и Перри Георгина устала. Мы отдаем полностью себя этому. Конечно, это сложно, но все забывают, что все другие постановщики, которых они знают, я не буду посчитать фамилии, все самые известные просто постановщики в мире фигурного катания за год делают точно такое же количество программ в разных местах, в разных группах, что-то, конечно, там на разном уровне. Никого не смущало, что Илья Вербух и Саша Жулин работали на Ледниковом и ставили программы соревновательные, а то количество, которое они делали программ на Ледниковом периоде, вот там, мне кажется, это просто нереально. Ты же все равно должен найти музыки, идеи и так далее, и это каждую неделю. Вот это самое жесткое. Здесь у тебя реально есть время на подготовку, у тебя очень много времени на льду, чтобы с каждым проработать. Мы в Новогорске не вылезаем со льда, поэтому плюс нас двое и когда два постановщика работают вместе, вы создаете материал, который в любом случае будет лучше, чем каждый из вас это сделает по отдельности, потому что ты видишь от начала до конца программу, но в какой-то там момент 10 секунд ты видишь так, а теперь человек со стороны говорит, я вижу это так, и это может быть лучше. В другом моменте ты говоришь, что здесь я вижу так и так, и когда вы это все вместе собираете-собираете-собираете, у вас и получается, что от начала до конца готовая программа, которая насыщена и нет такого, что ты как постановщик где-то устал и 10 секунд, 15, ну как бы тройка-тройка, там пошел руку поднял и так далее. То есть ты в любом случае каждую секунду она проработана. Что лучше получается? Я не очень люблю, наверное, финальные позы. Вот реально иногда ты это прям видишь, ну когда ты с самого начала, ты просто знаешь, вот это будет начальная поза, вот это финальная. Иногда, когда это программа, которая основана на хореографии, а не с проложенной там идеей о чем-либо, то здесь я прекрасно знаю, что чувство позы у Этери Георгиевны просто на высочайшем уровне, поэтому то, как она это всегда сделает, и то, как она чувствует женское тело, правильные сгибы каждого пальца от локтя до пяток, от пальца до пяток, поэтому я всегда знаю, что она сделает это идеально. Очень плодотворным получился у меня отпуск в Мексике, потому что огромное количество именно музык и некоторых идей я придумывал именно там. Начнем тогда с короткой программы Саши Трусовой, Фрида. Изначально я просто приехал с этой идеей, с этой музыкой на сборе, я не выбирал еще изначально, кто это будет катать. Я просто сказал, что вот прям чувствую, вижу, что это будет интересно и хорошо. Кому? Этери Георгиевна сказала, давай Саша. Я даже сначала удивился, я говорю, Саша, она говорит, ну, такого не было, давай попробуем. Будет либо огонь, как ее волосы, либо нет. И мы начали ставить, сразу прям пошло. Она за эти годы уже повзрослела, то есть это не та маленькая Саша, которая катала у нас Big Spender и остальные пятый элемент программы. То есть реально это уже взрослая девушка и это Испания в образе, в хореографии, страсть, переживание, художественная составляющая с рисованием, измена. И вот эти все чувства она, мне кажется, очень здорово передает. И это для нее, мне кажется, прям прорыв. Ну, мы, конечно же, не привязываемся полностью к самой Фриде, потому что она очень сложная личность и, конечно, любой интересной жизнь. Но, конечно, искусство и вот именно передачу всего этого мы использовали. И Саша это чувствует, видно, что она поняла это, прочувствовала и с удовольствием катается. Короткую программу мы поменяли. Мы долго думали и обсуждали, что если ее менять, то это должно быть что-то еще лучшее. И это очень сложно было. И когда я услышал музыку, которую мы выбрали, я прям очень обрадовался. Я очень долго искал и я прям понял, что вот это оно, это прямо для Камилы. Потому что она взрослее, чем прошлогодняя музыка. Та музыка Эрика Редфорда, очень нежная, прекрасная, воздушная, прям для фигурного катания созданная. Но хотелось немножко раскатить больше Камилу и показать, что она уже становится взрослее. И она прибавляет и в катании, в презентации. И что мы можем сделать лучше. Соответственно, мне очень везет на людей с фамилиями Рихтер. Я, по-моему, использовал все произведения, которые есть у Макса Рихтера. Появился молодой парень Кирилл Рихтер из России. Мы разложили и придумали такую идею, что она прекрасная девушка, которая гуляет по прекрасному саду или лук. И видит бабочку, которая садится и на палец. И дальше она за ней путешествует по всей программе, в течение программы. Очень получилось воздушно, трогательно. И, конечно, владение коньком нам удалось передать. Ну и, конечно, линии Камилы, ее возможности в растяжке, вращениях, музыкально разложив это. Это абсолютно ее образ. Поэтому будет интересно увидеть реакцию людей на это. Майя пришла и сказала, а можно мне не менять программу? Мы такие, май. Ну, короткую мы с тобой согласны. Правда. А произвольную надо поменять. Продолжение следует... Короткую программу у нас саундтрек к фильму «Величайший шоумен». Это стопроцентно про Дашу. Она полностью растворяется в этой музыке. И она сама была в восторге от этой песни. Она ей очень понравилась. И было понятно, что это просто надо чисто катать. И это будет прям то, что надо. То есть от начала до конца мощная программа с красивыми линиями, движениями и сильным финалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Алена получила в короткой программе свой долгожданный блюз. Я часто скажу с самых первых нот. Я хотел, чтобы она прям поигралась и со зрителями, и судьями взглядами и хореографией. Она это умеет. Мне кажется, у нас получилась очень классная музыкальная дорожка. Поэтому она это чувствует, она это хотела, она это катается с энтузиазмом. Поэтому, если она это сделает, как она иногда уже на треневках показывает, то это прям вау. Это очень классно в ее исполнении. Ей это очень подходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короткая программа. Мы выбрали Восток. Музыку я эту нашел, тоже находясь на отдыхе в Мексике тогда. Плодотворное получилось времечко. Что я хотел? Я хотел соединить магию вот этого Востока с идеей, что она поведительница бури. То есть она управляет стихией, она собирает песчаную бурю, песок. Она все это выпускает в зал зрителей. То есть она прям так завораживает. Я отдавал эту музыку на студию, чтобы мне добавили в нее немножко битов. Потому что я хотел, чтобы это была уже такая современная именно версия Востока. Не как Шахерезада. А чтобы это уже чуть-чуть было более что-то современное. И мы переходим из медленной части, где мы завораживаем и так далее, в полную такую драйвовую часть на дорожку. То, чего никто особо, я думаю, не ждал от Ани после лирики, она сможет. Мне кажется, что и музыка, и хореография, и тем, как они это чувствуют и делают, оно прям поднимает, поднимает с каждым тактом. И это прям вот от начала до конца ты просто как поднимаешься на самый верх. И там уже оттуда ты будешь прыгать, когда она закончится. Субтитры создавал DimaTorzok